Я бы, конечно, ушел, но не знаю, где выход. На этой неделе стало известно, что мигранты, которыми так недоволен Бастрыкин, уходить из России никуда не собираются. Я вам больше скажу, такими темпами в скором времени их станет еще больше. Что произошло, расскажу прямо сейчас. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Возьмите меня на работу мигрантом, ведь столько, сколько платят ему, обычному россиянину почему-то даже не снилось. В первый день второго месяца лета стало известно, что иностранные специалисты теперь обходятся своему работодателю почти в два раза дороже. Лентару сообщает, что сразу на 30% в этом году поднялась зарплата у сотрудников курьерских и клининговых служб и в два раза у грузчиков и упаковщиков. Ну, типа получали 70, стали получать 140. Честно говоря, я не знаю, есть ли такие зарплаты в реальности, но согласитесь, что деньги как бы немалые, и в России они не остаются. Ну, ни для кого же не секрет, что здесь мигранты только зарабатывают, а тратят, как правило, у себя, где-то, например, в Узбекистане. Ну, вот вопрос, почему мигрантам можно получать такие деньги, а русским нет, и не кажется ли вам, что кроется здесь какая-то многоходовочка? Ну, потому что, если верить СМИ, поток иностранных специалистов после недавних облав с военкомами несколько пояссяк, а выжить без них Россия почему-то не в состоянии. Ну, вот как вариант в СМИ и просочилась утка о том, кому на Руси жить хорошо. Типа сейчас иностранцы на эту удочку клюнут, приедут в нашу страну на заработки, а им раз и контракт с ручкой. Кстати, а чем не заработок? На днях видела баннер, где вновь испеченным спецоперационистам обещают зарплату в 210 тысяч рублей и кучу прекрасных плюшек в придачу. Живи да радуйся. Но что-то подсказывает мне, что не на эту работу рассчитывают мигранты. Им бы пиццу развозить, да газон истричь. Но дают ли за эту занятость такие деньги, мне неизвестно. Зато я на днях поинтересовалась, сколько в моем доме управляющая компания платит садовнику и дворнику. Оказалось, что по 40 тысяч на человека. Конечно, это не 70 и даже не 140. Но, друзья, объясните мне, почему эти прекрасные профессии до сих пор остаются в руках иностранных специалистов? Первое – это мечта любого ландшафтного дизайнера. Или, как там называется, человек, умеющий грамотно сочетать гвоздику с земляникой. Второе – это свежий воздух и неполный рабочий день. Да, я бы, если честно, и сама пошла. Причем на обе ставки. Ну вот, не знаю, отпустите ли меня вы. А вдруг без меня заскучаете. А вдруг отпишетесь от канала. Поэтому, наверное, пока по временю со сменой профессии все-таки подожду результатов этого многоходовочного процесса. А вдруг там не все так уж и денежно. А вот где в России деньги точно водятся, так это в карманах чиновников, которые уже не знают, на что бы их потратить. Точнее, на кого? На этой неделе в сеть просочилась информация о некоем сенаторе Александре Брыксине, который пока все еще занимает свой пост представителя от Курской области. Но, скорее всего, это ненадолго. Ведь замешан Брыксин оказался в весьма пикантном деле. Нет, на первый взгляд все может показаться несколько прозаичным, где обычный чиновник решил провести обычный прием граждан у себя в обычной приемной. Но есть несколько «но». Водные были другими. Чиновник оказался любителем массажных услуг. Гражданочка себе не хозяйка, а приемная так и вовсе переместилась на яхту сенатора. Ну и дальше по тексту. Сами понимаете, что разговорами дело не обошлось. Заманив массажистку в приемную, Брыксин предложил ей 150 тысяч за лечебно-массажные процедуры, которые, как выяснилось позже, и были успешно оказаны. Но вот незадача. Через некоторое время к чиновнику явился муж массажистки и обвинил пациента в изнасиловании. То ли 150 это не те деньги, которых стоила его жена, то ли мужику просто стало обидно. Он-то хотел быть богатым, но оказался рогатым. Короче говоря, история дошла до полиции, но под суровым взглядом силовиков Наталья, так звали гражданочку, заявила, что все было по обоюдному желанию и причины для возбуждения у полицейских пропали. Заинтересованные СМИ, естественно, тут же развернули целую кампанию по покупке белизны для невиновного чиновника. Ну типа попался в лапу семейки мошенников, которые под прикрытием массажного салона добывали компромат на высших должностных лиц и требовали с них деньги. И все бы отлично укладывалось бы в эту замечательную концепцию, если бы не несколько обстоятельств. Во-первых, как бы нам этого не хотелось, но нигде не упоминается о том, что муж изнасилованный требовал с Брыксина каких-то денег. Есть факт, заявление в полицию, но результатом этого заявления должно было быть привлечение виновного к ответственности, а никак не выплата ему денежной компенсации. Во-вторых, если кто-то кого-то и хотел скомпрометировать, то это чиновник, причем себя сам. А почему? А потому что все медицинские манипуляции должны выполняться строго в медицинском учреждении. А вот если что-то из этого переносится на яхту, то, как говорится, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. И кто из них в данной ситуации, дитя, совы и оленя, еще надо подумать. Но в любом случае, хороши все трое. Один совсем не думает головой, вторая три раза приходила на встречу, чтобы быть изнасилованный, а третий, ну просто куколт. На этом занавес и закроем. А между тем, в эти выходные подъехала очередная порция кринжа от ростовского митрополита Меркурия. Ну это тот, который в прошлом году предлагал бить четками по мордасам за уныние и депрессию. Так вот в этот раз он пошел немного дальше и облегчил финансовую участь тех, кто нуждается в церковных услугах, но оплатить их не в состоянии. Ну типа не можешь деньгами, рассчитайся натурой. Но не той, что нога и от природы прекрасная, а той, что умеет полы помыть и за больными поухаживать. И кажется, ну как бы да, тоже неплохо, но так-то нет. Лично я всегда думала, что задача церкви это забота о ближнем. Ну типа как там говорил Христос, накорми, одень, помоги и будет тебе за это Божья благодать. А прихожане в свою очередь отблагодарят за помощь верой. Но не тут-то было. Церковь сегодня это не про добрые дела и не про финансовое участие прихожан кто чем может. Церковь сегодня это четкий прайс за совершенно определенные услуги. И вот если эти самые услуги вам понадобились, но денег на них нет, го участвовать в социально-благотворительных проектах. А ибо бесплатный сыр-то он только в мышеловке. Но если посмотреть на ситуацию вдумчиво и немного пошире, ну то есть не с той точки зрения, где кадила крутятся, деньжата мутятся, а с точки зрения человеколюбия и взаимопомощи, то все должно быть с точностью до наоборот. Денег церковь брать не должна. Нужно отпевание, иди протри от пыли иконы. Хочешь прикупить свечку, подай хлеба нуждающемуся. И только в том случае, если любая работа тебе влом, тогда так уж и быть, откупись рублями. Но ведь такого-то никогда не будет, потому как нагрудный крестик по цене Мерседеса сам-то себя не купит, а батюшка без него и на батюшку не похож. Поэтому пока все остается по-старому. Как там говорят, бабка молится, вилла строится. Или нет, молитвы читаются, деньги собираются. Или вот это, свечи зажигаются, карманы набиваются. Уверена, что и у каждого из вас есть продолжение. Пишите его в комментариях, оценим вместе. А мы пока продолжаем. Каникулы длиною в жизнь. Так этот экспириенс назвали бы взрослые. Но он, к сожалению, только для детей. В мае этого года стало известно о том, что представители Северной Кореи в ходе рабочей встречи предложили губернатору Приморья обменяться детьми. Ну, типа наши 200 светлых голов поедут в патриотический лагерь Сандавун в Корею, а молодежь КНДР к нам в Приморье. На том и порешили. Смену запланировали на 22 июля. И все должно было быть гладко. Вот только родители инициативу не оценили и торопиться с заявками не стали. Тогда к мероприятию подключили движение первых. И вроде как группу даже набрали. Теперь ребят ждет поистине уникальное путешествие. Им обещают различные экскурсии, а также отдых на пляже с собственным аквапарком и спорткомплексом. Мы же в России без гостей тоже не останемся. К нам в середине июля направят делегацию учащихся. Это будут студенты русского отделения училищ иностранных языков при Корейском университете. Они приедут на смену Дети мира во Всероссийский детский центр «Океан». Правда, какая программа ждет иностранных ребят, нигде не упоминается. Ну и не надо. Пусть просто подышат этим приятным воздухом свободы, о котором мы все много слышали, но мало дышали. А вот нашим будет на что посмотреть. Так что ждем ребят с новыми впечатлениями. Главное, чтобы они не привели к обратному результату. Ну а на этом у меня все, друзья. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.